Нажмите. Попробуй. Нажмите. Надо переключить. Что мне переключить? Где? Ну, этот кабель. Видео включите, Игнатий Тихонович. Сейчас все не включается. Подождите, сейчас я тут выдерну шланг. Вы слышали, что умер такой известный сатирик, который... Вот сейчас должна бы быть. Ну-ка. Откройте ей рамку. Ну-ка. Поставите. Еще нету. Вот, нажмите. Вот. Что, появилось? Вот. Видно, да. Такая техника. Ну, слава Богу. А то, я думал, может, у меня проблемы. Нет, тут что-то такое. Так, я сразу предупреждаю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас. Я тоже записываю видео. Хорошо. Для себя тоже установил. Ну, я звоню, вот, радостную новость вам рассказать, что я принял крещение в православной церкви. А где? 28 октября принимал крещение в Иерусалиме, в зарубежной церкви Московского Патриархата. Вон кому. Да. Вот я даже могу показать. Будет видно? Нет свидетельства вот у меня. Оно мутное. Да. А фотографии-то не сделали? Я, у меня на видео есть фотографии надо, фотографии нет, но вот видно, нет что-то. Ну, видно, светится о крещении, Евгений Трабко. Да. Вот такое, вот хорошее, настоящее. И где крестили-то? В монастыре, вот тут написано, монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины, Иерусалим. Так что у них? Вот. Там купель большая? У них там это женский монастырь, зарубежная церковь. И у них там в монастыре есть купель для взрослых, оборудованная купель. Да, они там крестят полным погружением. Вот, понимаем. Кто ищет, говорит, найдет. Ну, да, вот, я нашел. Ну, главное, хорошего священника нашел, одного архимандрита. Он там вот, он, правда, служит в Ирионском монастыре. Ну, там он проживает у него, там Кире. Ну, вот он меня крестил бесплатно. А если бы платно, то не надо крещение принимать даже. Надо было ждать где-то, скажи, в другое время, когда я помогу чем-то там, но деньги не платить. Платить я десятину отдам, это больше будет. За крещение нельзя платить. Это грех, симония. Наказанный тот и другой делает недействительными таинствами. Вот в чем дело-то. Мы договорились с ним, я когда с ним разговаривал, что крещение будет бесплатно. А если я что-то дам, это просто как пожертвование. Ну, давай, ему необходимо жить. Сумма никакая не обговаривается. Он тем более признает платное крещение как грех, симония. Именно так. Это извергает его, и то, кто крестился, не делает недействительным. Это каноны на это. Да, да. Ну, вот, и я нашел такого благословенного священника, архимандрита. Вот, и значит... Слава Христу! Ну, не только я, мой отец тоже принял крещение. Он тоже был на пути, да, к православию. Так, а вы знаете, что тут у нас занятия по скайпу-то идут? Да, знаю, знаю. Вы же участвовали в них? В том году, да. В этом тоже я это... Три раза по-нашему, ну, по Москве это получается в 2 часа, а у нас 6. Среда, пятница и воскресенье. Ага. Себя где-то еще везде. Я могу, скажем, у вас время, видите, у нас сейчас разрыв на 5 часов идет, у нас вот сейчас 10 минут четвертого, у нас с Украины, с Белоруссией одинаковое время, а у вас уже, у вас же время не переводят, у вас 8. А у нас время переводят сейчас на зимние перевели и на час мы отодвинулись от вас. Ну, я могу в пятницу, скажем так, могу мне реально попасть, у меня или я не работаю, или короткий день. Так что, получается, у меня это час дня, получается. Вы сейчас-то где находите в данный момент? Дома. Ну, я знаю, что они на небесах пока. Дома-то где, в какой стране? В Израиле. Ну, в Израиле сейчас. А что вы тут упомянули Белоруссию и Украину-то? Ну, у нас с ними время одинаковое. Ну, вот так-то, может быть, все равно, или когда у меня тут... Если я, допустим, с Украиной разговариваю, мне не надо ни время сравнивать, я знаю, что время одинаковое. С Москвой на час разница, ну, да. Вот, и у меня отец принял крещение, то мы с ней вместе принимали. О, так у вас снято это? Вы ролик-то поставьте мне, покажите. Да, там жена моя снимала, но что-то неудачное. Я говорю, ты нормально, ну, она засняла, сам процесс крещения был заснят. Я говорю, что ж ты частями-то снимала? Ты все, что-то вещин крещения не снимала частями. А сколько, получилось-то, сколько частей? Ну, сам процесс, когда погружение в воду вкупили, это заснято. Потом там мир помазания заснято. Вот. Ну, сколько, примерно, частей-то? Частей, ну, сам процесс полного, когда меня именно погружают, вкупили в воду, трехкратное погружение, это есть. Так, теперь, поставить это надо соединить и поставить, ничего не добавляя, все будет видно. Можно? Ну, да, да. А вы можете поставить? Поставить, можете? Да, да, я сделаю, я загружу в компьютер, это у меня на телефоне еще. И я обязательно загружу и покажу вам. Вы мне тогда скиньте, и все. Ну, да, меня, получается, меня Евгением оставили, как бы, ну, при крещении же имя дают. Ну, да. Как-то правило. Ну, у меня, как бы, сейчас вот даже была памятная дата, кого ж там, а, была дата священномученика Евгения Ильховского, пресс-витера, он был метрофорным протеереем. И меня Евгением решили оставить, ну, и Архимандрит так решил, он говорит, ты Евгением останешься, а у отца дело в том, что у него татарское имя Ренат. Ну, у меня еще у нас татарские корни есть. Ну, как бы с этим именем было сложновато. Да. Ну, ему дали имя Лонгин. Лонгин. А вот это вы сказали, татарское-то, если которые там евреи-то, они вас не примут в свое лоно-то, как чистопородного-то? Евреи, кого, меня? Ну, да, скажут, у тебя там, если по матери, то ты еврей, а если отец, так и нищий, то... Еврейство по матери, по отцу не считается. Хоть твой путь отец будет чистокровный, это ничего тебе не поможет. Да, да. Дело в том, что у нас как идет, мы смешаны, практически уже еврейства не осталось. Я, получается, четвертое поколение. У меня мой чистый, по еврейству это был прадед, он был чистокровным евреем, а потом все смесь пошла. Правильно. И в Азрааль приезжай до третьего поколения, но так как я был четвертое поколение, мне уже как бы был запрет на въезд, но детей-то девать у третьего поколения некуда, так они говорят, ладно, до 18 лет, если они до 18 лет, то пусть въезжают. А мне тогда 13 лет было. Так, а у вас... Я въехал. Жена-то не еврейка? Нет, нет, не еврейка. Так у вас только 12,5% еврейское. Ну да. А остальное там что-то татарское, в общем, но... Ну ладно, пока... Нет, я что хотел сказать, что как получилось, а у моего отца есть троюрный брат, а у него, наоборот, все идет тоже уже смешанно, только по матери все. У моего отца, получается, дед уже чистокровный еврей, а вот у него, у троюрного брата, его бабушка, так его здесь евреем засчитали, потому что одни матери идут. Про бабушка, мама, бабушка, мама и он, как бы, одноженская линия. Ему сказали, ты еврей, а все мужчины, все не евреи, то есть ни дед, ни отец, никто там. Интересно, вот Гитлер уничтожал евреев, а теперь пишет и называет, там, перечисляет даже, у него в армии высокие щены занимали евреи, но евреи не чистопородные, а вот там сколько-то процентов-то, и они были верные служители, нацизм этот все принимали, то есть они от еврейства ничего уже не имели, и при том, там, генерал-полковник, вот такие вот. Так что. Ну, вот так вот, 28 октября у меня крещение было. Слава Богу. Да, уже два раза в храм ездил, причащался, вот, но я пока что вот в этот храм зарубежный, я в другие храмы не ездил. Хорошо. Вот там, ну, женские монастыри, там у них после литургии трапеза есть, в этих, в храмах московской патриархии там вообще нету этого, там ни трапезы, ничего, люди сразу зарослились. Нет, трапезы нет, это, чтобы вот как у нас остались, дальше у нас по собранию идет, а потом трапеза, а потом занятия у нас. Нет, нет такого, нет такого. А вы на нашем канале-то бываете? Да, бываю. Я просматриваю ваши видеоролики, частенько захожу на YouTube-канал. Вот, да, вот сегодня я поставил ролик, тут умер один, такой кривляка был, Задорнов. Ну, да, слышал, да, конечно. Михаил, я ролик тут насчитал и показал, на кого он похож и почему, из жития святых Юлиан Отступник. Он язычество принимал, он тут даже болел, уже рак мозга, и еще принимал шамана. А сейчас он... У него рак мозга был? Да, а вот на 69 лет ему было. Лечился в немецкой клинике, здесь вот сегодня, умер вчера он. Так тут сегодня там кричат, а я показал, называется Задворнов и черная заноза в мозг. Я когда его посмотрел и стал молиться об этом, Господи, останови его безумие. Он в Церковь Христову все поносил, язычество принял, язычник. И от оно его язычество он проповедал, и фильм там ставил, и выступал, и кривлялся. Богохульник страшный. Он примирился с Церковью. Врут напропалую. Он месяца три уже ничего не думать, ничего не соображал. А его причастили, он был в полном беспамятстве. Какое-то причастие-то. Разницы нет ему, что в рот положили. Соборвался. Ну, то есть, врут напропалую. Покаяние Бог не дает таким людям. Да. Ну, вот такие вот у меня радостные новости для вас. Слава Христу. Да. Благодарим Богу. Я ему говорю, что через вас обратился, но вас не знают. Как бы говорю, Игнатий Лавкин, знаете такого проповедника? Он говорит, нет. А вы ему дайте наш сайт. Посмотрите. Я вам, когда вы зайдете, я могу там показать нашу визитку, которую. Вы можете сами там издать визитку. Все данные. А ну-ка, покажите. Что? А нет у вас визитки нашей? А, нет, нет визитки. Нет. Ну, она готова. Я просто вам... А вы в мой мир-то можете зайти? Ну, так я ваши ресурсы-то знаю. Ну, вот зайдите в мой мир, и я вам скину, и вы можете там издать. У вас будут познакомились, раз дали. Он как зайдет, он нашим другом будет. Ну, я ему скину, и все. Ваш ресурс. Ваш ютуб и ваш сайт. У нас очень большой ресурс. Вот этот вот. 8600 роликов у нас. А получается вот, ну да, и получается, я принимал крещение в монастыре, как он еще раз называется, Равноапостольный Мари Магдалина. Красивый такой, я его видел на фотокарте. Красивый, с куполами такой красивый, да, очень благоухоженный монастырь, там купель, оборудованная. Вот. А еще выше, есть, это внизу он находится, монастырь. А выше, наверху, на горе, на Илеонской горе, Масленичная гора, там находится еще один русский монастырь духовной миссии. Так он называется, Елеонский монастырь, или по-русски Спасовознесенский монастырь. Вот. Там прямо находится внутри храма, могила Архимандрида Капустина. Прямо внутри храма находится. Да, да, да. Капустин много там сделал, он как раз организовал все. Да, она прямо внутри храма находится, прямо внутри там, где служил. А я откуда знаю? Когда я был в Америке, ездил там, и в это время там был конфликт с этим монастырем. А патриарши, они там палестинцы, кто там, еврейские или там полицейские, они там все с ними. И эти, которые были монахини, они просто взломали дверь, что ли, их оттуда из монастыря выкидывали. Патриархия, она агрессивная. Это теперь она такая, когда подмяла под себя зарубежную церковь-то. А тогда они там монахини, монахини, там называлась какая-то Александра или кто. Она говорит, я что сделала? Вы же сами говорили, патриархийных не принимать, еще не было никакого сообщения. Ну, а тем надо поклониться, как будто больше негде было. Ну, и полицейских, и полицейских, их оттуда всех, монахинь, выкинули на улицу. Ну, какая-то молитва. Молитва по трупам. Мы поэтому руководству патриархии-то не можем доверять. Они непрерывно слово свое меняют. Вот обещал, говорил, через день как будто нет, ничего нет. То есть это... Ну, у меня так было, что я одно время ходил на приход к Пашковскому. Ну, то есть от Пашковского, от Агафангела Пашковского. Агафангел. Да, да, свой епископ у него тут есть, и у него тут есть от епископа свои священники в разных городах. Ну, мне там предлагали принять крещение, но что-то как-то я не шел на это, я еще, так сказать, был на распуте. Как, где мне избрать? Ну, потом он... Священник тут видел, что что-то я никак... Он мне, ну ладно, иди тогда, попробуй сходить в зарубежную церковь Московского патриархата, там и отношение хорошее. Вот. Потому что же я тут и в храмы Московской патриархии ходил, но я вам рассказывал, если помните, так чуть-чуть. Ну, там никак, в общем, не сложилось. А Пашковские-то это те осколки, которые от зарубежной церкви остались. Они зарубежные, но только по другую букву подставляют, там, П или как. Ну да, А, РПЦЗА в кавычках. Да, 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 да. Потому что они уже 13 разных отделов сделали себе. Да, да. Ну, тут есть у них... Ну, правда, они так, у них ничего нету, ни храмов, они так или на квартирах служат, или как. У них очень тут бедственное положение. Ну да, понятно. Я даже не... Да, ну, в общем... У вас-то какие-то вопросы духовные есть? Или все понятно? Вопросы духовные? Ну, в принципе, я позвонил вот засвидетельствовать, так рассказать такую мою новость. Важное дело. Хорошо, очень важно. Приятно слышать. И будем знать, которые из Израиля будут звонить, куда идти. Да, да. Нынче приезжал один из Италии, крещение принимал, он там работает, с Украины. Вот у нас были тут из Германии, из Франции, те годы приезжали люди здесь. Который парализованный Сергей-то, знаете? Ну, конечно, да. Вот. Поехал, он там... Не поехал, а сначала он там все... Ни одного не нашел священника, который крестил бы. И ездили туда наши священники, крестили его. Ну, это вообще безобразие. Никуда не годится. Не мог найти. Ну, да. Никого нету. А так что, ладошкой по лбу хлопал, иди, плати деньги. Там ничего нет божественного-то. Надо человек, чтобы он Христа уверовал, принял, жил во Христе, исполнился благодатью Духа Святого. А от ничего нет. Плати деньги, и до свидания. Ну, архивандрит, который меня крестил полным погружением, я у него спрашивал за младенческое крещение. Он говорит, что он и младенцев крестит полным погружением. Ну, да. Тоже их окунает. Да. То есть, не омывает их, как бы, как вот в купиле там, а там омывает. Князь Владимир, когда крестил-то и дети, и все сходили со взрослыми в Днепр на крещатике. Вот так вот. Даже на картине Иванова, явление Христа народу, картина Иванова, и там показывают, там мальчик из воды лазит, и в Иордане. Ну, у меня был выбор, мне Архимандрит предложил, говорит, или хочешь, давай, примешь крещение или в Иордане, или в в монастыре, выбирай, где хочешь. Ну, на Иордане там паломников много, там все время движение такое, как бы. Ну, я говорю, давайте где поспокойнее. Вот. Ну, я бы пошел на Иордан. Это интересно было. Потому что даже в Дедахе, хотя она считается и апокрифом, и говорит, что в проточной воде, если нет, тогда в стоячей воде, а если нет, тогда в сосуде определенном. То есть, вот проточная стоит, как бы, ну, и при выборе, то на первом месте становится. Ну, да, да. И хорошо, что там люди другим, можно сказать, так, минутку. Говорите. Да. Ну, получили, нет. Да. Да. И там внизу написано развернуть, что написано, внизу еще написано развернуть, что и все прочитать. Да, да, да. Вестерн Унион. Это мировая такая организация, почтовые деньги пересылают. Ну, это у меня стандартно идет, потому что я посылаю людей, когда идут, это вся цена в этом и есть. да. И вы квиток сразу мне сюда же присл... А я не знаю, тут пройдет он или нет. Мне-то надо знать, квиток увидеть, что вы заплатили там. А, какой квиток-то? Я пойду и получу. Да, вы сразу пришлете мне номер. А как вы пришлете, вы по телефону позвоните, вот так вот, и я запишу. Там-то нельзя выставлять. Да. Только по телефону, потому что это шифр тайный, чтобы никто не видел. Ну, да. Только напишите, что из Германии это все, из Германии. Потому что мне надо будет знать. И по бокам или как, тут-то имя, фамилию-то вы покажите. Мне надо указать будет здесь в документах-то. Тогда тоже напишите на Ютубе. ваша фамилия-имя. Да. 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 Да, и город. Город. Мне там, они спрашивают город. Ну, да. А вот город и фамилию-имя вы можете мне сейчас тут скинуть прямо. Тут тайны-то никакой нету. Ну, да, прямо тоже в Ютубе скиньте на этот ролик. А номер по телефону, чтобы никто не знал. вы мне дадите почту, где вам получать книги. Город, улица, все, что было там. И телефон. Ну, я могу выбросить и все. Я могу удалить это, то, что вы написали. Ну, я могу убрать это. Я сейчас же уберу. А вы убрать-то не можете сами? Да, это так. Я уберу сейчас разговор. Вот у меня тут с Израилем разговор. Все, с Богом. С Богом. Так, минутку, подожди-ка, тут такой разговор. У меня как раз еще вопрос возник, хотел спросить. По книгам тут он книги выписывает. Так, мне надо вас сюда войти. Думаю, что я и у вас тоже книги закажу. Мне надо. Я у вас тоже книги не получил. Вот она где, вот она еще разданная. Так, где он? Так, Володя, посмотри, где он тут заходил. Я заинтересован покупать книги. Ага, вот. Так, удалить. Удалить. Все. Ну и слава Богу. Видите как, один щелчок и все вылетело. Он в мой мир не мог зайти, а прямо на ютубе. Под одним роликом договорились, самые последние о задворной. дочери. Ну и вот. А там он сделал какой-то электронный адрес дочери. Сейчас я выкинул. Все. Ну и ты меня порадовал. Спасибо, Христос. Интересно, что вот этот Илеонский монастырь, где похоронен Антонин Капустин, он находится на сегодняшний день прямо в мусульманском районе. Причем мусульманский этот район очень агрессивный. Там как что чуть не случается с мечетью, мечеть Алякса, так сразу они очень агрессивными становятся. Ну там беспорядки начинают устраивать. Так, я попутно спрошу, потому что мы там рядом. Там какие-то археологические работы идут под этим храмом, который сейчас Аяк, или как называют они эту свою мечеть-то? Вроде бы что-то было, но в последнее время я там не... Подземные какие-то работы, подземные. Смысл такой, что они его дожили, взорвать, или что, они уберут его, евреи? Конечно, будет буша большая, но они его уберут. Уберут. Это третий Соломонов храм будут строить. Это никакого секрета евреи из этого не делают. Это весь мир знает. На том же самом фундаменте они будут строить. Первый был Соломонов, Зарвавелев, а мечеть, она никакого отношения к этому не имеет. Да. Ну вот это то, что мечеть с золотым куполом, которая, это не та мечеть. Мечеть, которая, как бы так сказать, та оригинальная природная мечеть, она маленькая такая, она там, ее даже едва ли можно заметить. Она там рядом находится. А эта мечеть уже современная, она как бы на том месте, но сама мечеть, которая, которая строилась в то время, она рядом находится. Вот, а это более уже современная мечеть. Но все находится в одном месте. А вот вы встречались там, которые есть, мессианские евреи. Вы прислушайтесь, они символ веры Никео Цареградской полностью прочитывают? Ничего не прочитывают, они не придерживаются, ни разу не прочитывают. Я был в разных общинах, мессианских евреев, никогда не читался Цареградский символ веры. Притом у них большие проблемы, они не все, не все троицу принимают, кто как. У них нету между собой, между собой единства. У них даже сейчас такой, как бы, откат идет, они, получается, многие, как бы, стоят, как бы, на породе, как бы, на грани, как бы, впасть в иудаизм. Так как они пытаются в угоду иудеям, как бы, мы должны быть, как иудеи. То есть, как бы, им проповедовать, быть, как бы, вот, но, и начинают, как бы, скатываться, как бы, иудаизм, и, как бы, вот, не принимают троицу, догма троица, в частном виде. И не принимают догма, то-то вообще тогда нету ничего. Учение православное в этом и заключается. Учение о троице. Не, не все, не все, не все, но частично есть такие, которые впадают, а есть, которые держатся троица. К нам еврейка ходила, и она символ не пела, я откуда знаю. Бога истина, от Бога истины. Они его признают только за Мессию. И мы как-то беседовали, она говорит, ну, вот вы мысленно, вообразите, что вы в то время находитесь там. Ну, и как, этот, пригласил к себе Христа пообедать, и к вам зашел, вот сейчас Христос сидит. Вы бы его признали за Бога? Я говорю, нет. Ну, а что вы нас спрашиваете? Я говорю, так прошло две тысячи лет, теперь-то уже все на место стало. Тогда он не был воскресший, не было вселенских соборов. Я, конечно, я его принял бы как Мессию, пророка, и апостолы его принимали, говорит, пророк восстал сильный, и вот вместе с тем уже три дня, как вот распятый и прочее. Вот пророк. Теперь-то ясно делал, Бога истина от Бога истина, и Духа Святаго, Господа истинного, животворящего, а они не считают это. Это ничего тогда и нету. Ну, они пытаются как бы в еврейское восстановить, то есть еврейское имя не Иисус говорить, а Ишуа, то есть вот в таком виде они пытаются, то есть нести Евангелие иудеям, то есть они как бы, говорят, мы если с Иисусом пойдем, имя Иисус греческое, надо еврейское имя произносить. Хорошо, это не важно, это не важно, чтобы они верили, что Святая Троица. Ну, с этим, конечно, там нету единства, кто как, кто как, нету как бы, нету как в православной церкви, как бы, единства в учении. А кто известен, те, допустим, мессианские евреи, как называется, которые правильно, хотя они вошли в православие, но правильно исповедуют. Кто-то у них там есть такое известное имя, старший или как? Ну, есть разные, есть мессианские евреи, которые придерживаются такого баптистского служения, есть, которые там, пятидесятнического, они разные, у нас тут все есть, и адвентисты седьмого дня есть, и все есть, как бы, я был в разных, но они такие между собой союзы создают, как бы, не все друг с другом общаются, как бы, вот, как бы, кто как, в общем, у них как складывается, они пытаются, как бы, создавать такие союзы, ну, такие, чтобы сообщаться друг с другом, но не всегда у них это складывается, вот. Понятно. Я говорю всем, я говорю, вы берете слово деноминации, конфессии, а где они? Этими словами прикрывается слово ересь, а какой ты конфессии, ты должен спросить, а какой ты ереси принадлежишь? Вот так спрашивайте-то. Какие вы церковь? Церковь от первых времен идет, Бог установил, что все были едины, как пословы его. А Ветхий Завет был тенью будущих благ. Я говорю, а скажите, вот, евреи 12 колен, а почему только одно колено? А если из другого колена, из царственного, из Иудина колена, и стал бы ходить, то было бы что-то у него? Какая разница? Ну, вспомните, он стал когда ходить, и покрылся проказой. Его выселили. Вот. Ну, как? Вот так. Да хотя бы, если, говорит, там написано, какой состав делать, как помазать, кто подобное сделает, да будет предан смерти. А почему так строго? Главное, что сердце, сердце, ну, смерть-то грозит, а в Новом Завете это рукоположение. И поэтому, не имея епископской благодатности в Духе Святом, что рукоположение, а вы, я церковь, но, говорю, ты признаешь церковь, а вот когда первый-то из вас появился, то он ничего не имел, и сам себя руки Джон Смит положил и крестил. Это все нормально? Ну, с ними разговаривать тоже надо узнать, и не давать ему воли-то. Да, ну, еще у меня вопрос, как вот, я вот сегодня как раз был в монастыре, и там вот архимандрит, значит, который меня крестил, ну, я к нему в келью зашел после литургии мы пообщались, ну, и об общине общались, ну, о разных темах. Ну, у меня вот такой вопрос, как вот создавать общину, но в городских условиях, потому что, вот вы подаете пример, скажем, община, да, вот в Потеряевке, но это такая сельская местность, где в основном люди живут как бы в одном месте, сплоченно друг с другом, и там немножечко по-другому развивается общность христиан, а в городе это совершенно, немножко по-другому происходит. Так я-то в городе, я-то в городе нахожусь, тут у нас крестово-знежинская община. Да, и у меня вопрос, как вот именно в городских условиях? Просто, это просто, если ты рожденный свыше, вы выходите из храма и сразу не уходите. А скажите, батюшка, община должна быть, не приход, община же. Об этом патриарх Кирилл говорит, что, ну, каким-то образом, подойдите к батюшке, давайте вместе чай попьем, то есть он не знает, он сам-то нет. А просто, кто желает знать Слово Божие? Вот у нас трехтомник, толкование полное, с откровением, по всем святым отцам. То есть тот трехтомник, который у нас, за 2000 лет не было такое, что с откровением было толкование в одном издании. И мы по нему сразу занимаемся. Мне удобно было, я в пяти университетах вел занятия, там десятки школ, семь отделов милиции, там три радиопрограммы, и тогда людей было много. За один раз только 26 человек у нас крестили. А сейчас занятий-то нет, везде отказали, всем отказали. Ну, все равно тогда на улицах, но мы поставили такое условие, которое вам-то не надо ставить. У нас условие такое, к себе звать никого нельзя. А вот человек узнал у нас, он просится, мы от него узнали о нем, где живет, как работает, и тогда разрешаем один раз прийти. Заранее какая форма, чтобы оделся. Если ему понравится, еще раз приди. Но мы ему уже, на него ерму надеваем, сразу же говорим, если ты не будешь воскресенья, другое, и потом придешь через два, ты обязан нам сказать, где ты был два воскресенья. Ты скажешь, я ходил к католикам, это твое право. Если ты скажешь, я ходил к татарам, я ходил к мусульманам, к евреям, мы на это не касаемся. Но ты воскресенье не должен спать, ты должен прославить Бога. И если ты вот так вот сделаешь, что они где, я просто сидел, телевизор смотрел, не пошел, мы тебя предупреждаем, еще одно замечание, запретим к нам приходить. Видите, у нас какие правила. То есть у нас правила все на вымирание. То есть мы ниоткуда прибыли не имеем. Никак. Ну, это понятно, да. Но вот я сегодня общался с батюшкой, он говорит, что без священноначария невозможно выстраивать. То есть, если, допустим, снизу хотят, скажем, миряне, да, а сверху как бы нету на это как бы, зеленый свет не горит, то как бы будет трудно. Трудно, но... Что-то делать. Вот вы выйдете, когда скажете, батюшка, с сегодняшнего дня мы будем узнавать, кто желает знать, и у кого-то на дому собираться. Мы вас заранее приглашаем. Пойдете, нет? Пойдет, не пойдет, уже не имеет значения. Господь говорит, будут слушать или не будут, а ты иди возвещай. Тут не надо смотреть, но вы заранее предупредите, что вы его уважаете, его не отрицаете, и приглашаете. А вы идете и скажете, вот у меня Библия, кто хочет по святым отцам сегодня заниматься, давайте после трапезы соберемся у вас здесь или кому-то на надом пойдем. Так делали христиане, написано первое, собирались ежедневно по домам, не по храмам, по домам. Деяния апостолов, считаем. Да, да. И когда у вас будет 2-3 человека, другим будут говорить, вам обязательно нужно что-то давать. Вот мы раздаем новые заветы, евангелия сейчас по благословению патриархи Кирилла издали, у нас много, тысячи. Крупным шрифтом написано. Мы только в окрестностях деревни раздали 30 тысяч домов. Сколько обошли мы? Ну да, я смотрю, знаю, слышу. Нашу поездку вы знаете, сколько мы проехали? Ну да, от Владивостока до Лиссабона, до Португалии. Лиссабона, при Балтике, при Балтике, а потом на север еще ушли. Такое нельзя. Мы ехали не просто так, а с великой милостыней, дары. То есть в каждом городе, селе я в библиотеке дарил 38 книг, в бумажном варианте. Но это повторить нельзя. Это надо сначала что-то иметь, а потом должна быть команда. У нас было правило. В монастыре-то там трудно выстраивать. Вот я там, тоже был несколько раз в монастыре, но там, это женские монастыри, там, конечно, трудно. В тех условиях. Хотя, хотя у них трапезная там есть, и они там после трапезничают, но я, батюшки говорю, он говорит, ну, это если мало, то они пустят, а если вас много, то уже, наверное, все. Уже монастыри. Пообедал, да, деньги там, сколько тратится все это? Вот. Не запустят, как бы, потому что там, как бы, монастырь вообще рассчитан на женщин, и там вот для мужчин оставляют, ну, там даже встать негде. Он говорит, ну, совсем маленькое место, потому что оно рассчитано на женщин. Ну, если так, тогда в притворе стоять, на входе, там видно, в принципе. Ну, да, ну, вы можете просто там, какой-то храм еще у них, где есть, и там в храм ходить. Надо зондировать, где можно. Ну, да, но я пока что так, пока не спешу, слишком много ездить, и туда, и туда, и туда будет тяжеловато. Ну, да. Я пока так пытаюсь, на начальном этапе. Тут тоже священники спрашивают, как вот общину образовать? Общину-то нету, совсем нету. Приход. Община-то одна семья. Вот мы работаем. Да, но ведь с прихода все начинается, верно я понимаю? Вначале образовывается приход. Нет, нет, это постоянные люди, которые, а потом уже... Нет, никакого прихода, это с улицы начинаешь. Именно люди обращаются, и с ними начинаешь работать. И прихода ничего нет. И уже регистрируется, как вот здесь, уже община. У нас прихода не было ни одной минуты. Вот новые люди, и мы стали собираться, выходя из храма, где-то уходили в лес, в лесу занимались. Священник приехал, тут еврей у меня знакомый, он в моем доме обратился, отец Наум. А, ну да, видел с ним видео, в Грузии живет. Наум Израилевич. У него родители и поколение все евреи, а они в Израиле живут. Ну и вот дощечку прибили, к одному дереву. Свечки поставили, он там совершил первую литургию в лесу. Никого не было. Он по благословению патриарха Ильи Второго Грузинского приезжал. А потом тут три священника были, людей много приезжало, и три, они все в воду зашли и крестили. А тут в фильме есть, такой фильм у нас, Второе крещение Руси. Она снята. Вы его на нашем сайте можете найти, посмотреть. Ну вот, я ваше крещение просматривал, то, что вас в Потеряевке каждый год происходит, но вы, получается, как делаете, ваш батюшка делает? Надеваете, ну, как эти белые рубахи крещальные, и в них люди сразу заходят. Да. Правильно? Да. А у нас не так было крещение, меня и моего отца. Вначале мы зашли, как бы, без этих рубах, ну, в таких шортах купальных, крестили, а потом, как бы, эти белые рубахи одели, как уже после, после, после. Ну, и, как бы, по чину, я посмотрел, там, действительно, после того, как из воды эти рубахи надеваются. Крещение. У нас выходит, они переодеваются уже в то, в чем пришли. Ага. А вот первое, это когда показывают христиане, они крестили, заходили в воду, там женщин не было, мужчины отдельно были. Ничего на нем нет, ни одной нитки, совершенно голый. И когда отца Наума крестили, ну, тогда-то он просто Наум был, это переделки на даче писательская в Москве, и там храм митрополита Филиппа Колычева, убитый, мученик где-то. Ну и отдельно помещение крестило. Я туда зашел, а священник с той стороны, и купель, купель низкая такая, а священник так положок, руку просунул, ему во имя отца он ушел под воду. А вода чистая, он опять совершенно голый. И так трижды, когда он выходит, теперь он надевает одежду, и туда выходим, дальше священник все завершает. А я ему сказал, говорю, ты глубже, она, купель-то только по груди-то. А он сильный такой, здоровый, он вот так вот руками колени захватил, и сел, и под водой сидит. Я его вижу, а священник ждет, а я ему как скажу, вода же, он не слышит там. А он сел там под водой и сидит. Он как появился отца, сына он опять ушел, руками колени обхватил, калачиком там, а его видать, как будто бы здесь рядышком. Вода чистая, чистая. И сидит там под водой. Ну вот так вот, я видел это, как это, ни креста, ничего, ни одной нитки нету. И он, священник, тоже его не видит, только руку из-под покрывала. А покрывало там закрывает до потолка все. Вот так же и женщина. Женщина заходит, женщина у нее восприемница, здесь священник и не видит. Но когда помазывали, вот что интересно, это есть Конан один, Конан, святой. Вот женщину помазывал. А она персиянка была. Необыкновенной красоты. И он начал ее помазывать, и не смог. У него вот, взыграли чувства такие, он посмотрел, и ничего не может сделать. И он тогда кисточку положил свою, заплакал и пошел. И его ангел остановил, и говорит, Бог увидел твое смирение, и отнял от него. Теперь он вернулся, у него никакого чувства нет, как будто это одетый человек. Помазывали. Помазание. Вот почему дьяканицы и были, которые мазали. Что они там мазали, нигде не написано. Но что-то такое, что его смущало. Что там, груди мазали, или ниже где-то. Ничего особенного нет. Все члены тела мазали. Тем более, такие важные. Ну, получается, что сегодня в православном богословии меры помазания, крещения Духом Святым, нету, вот, почина возложения рук. Да, то есть мажут как бы миром, лоб, глаза, руки, ноги, уши. При крещении. Да, да. У протестантов как происходит? Они говорят, руки обязательно надо возложить, потому что в деяниях возлагали. Да, это когда руку... Правильно, правильно. Когда епископы. А когда епископов нету, тогда было постановлено мир особенным составом. Это заменяет епископское возложение рук. Но разве мир может заменить? Кисточка разве может заменить возложение? Это не кисточка, это мира. Это не кисточка. Может пальцем отбрать, пальцем помазать. И вот когда был в ссылке, там, Туруханский, где, Венесельский, воины Яссенецкий, Лука, архиепископ. Слышал о таком, слышал о таком. И вот он, главное, мира нету мазать. Он стоит и думает, что же делать? А потом говорит, ба, да я же епископ. Он тогда руки возложил, он и забыл. Первоначально было так. И где епископ есть, там помазание не должно быть. Епископ руки возложил, и все. Но епископа нет, а она сходит через епископские руки. Ну разве сегодня, когда если епископ вдруг будет крестить и потом мир помазать, то разве он будет возлагать руки и не будет мазать миром? Ну, не должен. Вот я рассказываю про войну Ежциневского. Он мочение вообще не признавал. Совершенно. Он канонизирован. И на Афоне крещение, вот это мочение такое, патриархиное. Я читал его письма, я его письма читал, письма писал своим священникам, и как раз таки он там все это описывает, что не крестить и запрещал крестить. Да. Он тогда руки возложил, мира-то не было, и все. Первое так и делали, апостолы, потому что людей это не так много было. Вот так, Евгений, дела такие и наши. Ну вот сейчас вот, ну конечно, общины никакой нет. Вот тут обстановка, я сегодня спросил Архимандридуру, по вашему мнению, какое состояние православных христиан в Израиле? Он говорит, ну, амбрионное такое, когда зачаточное, даже еще не родилось. Амбриональное. Амбриональное, да. Говорит, ничего еще не родилось, говорит, если вообще еще родиться. Патриарх проехал Кирилл на восток, вернулся здесь, отчет давал, и говорит, север и восток потеряны. Духовное состояние, теле развалены. Сектанты все захватили. Не работали. А там Китай, китайцы уже больше 10 миллионов. Туда Хабаров и дальше. Ну да, в Израиле тут тоже получается. Ничего общины нету. Так кучкуется, ну, такого, как у вас, конечно, нет. А вот мы в одном месте только приехали, в наш район, кажется, в наш район даже был, в районе-то. Ну, по домам сказали собираться в 3 часа дня. Люди собрались, мы с ними провели беседу и занятие. Говорим, если вы хотите занятия, приезжайте. А они к нам потеряев, уже стали ездить. Понятно? И там, когда, получается, такие люди ревностные, они могут свободно организовать общины. То есть, если бы мы были, ну, как патриархию не признают, допустим, этот Пашковский, они не признают ее благодатности. Нет, нет, не признают. Вот, то, если бы я вот такой был, я бы мог свободно 600, примерно 600 общин уже образовать. А мы-то... Ну, конечно, у них нету никаких препятствий. Они как... Где попадет, там они будут... Нет. Мы всех людей, вот представьте, сколько доехали, говорится, всю Европу, мы всех до одного направляем только в московскую патриархию. Больше никуда. Да. Ну, это я знаю. Мы говорим о недостатках для того, чтобы ты знал, как бороться и как их убрать, доверяясь Богу. То есть, мы не замазываем болезнь, а наоборот, должны определить ее. Ну что, тогда все, Евгений? Да? Все, все, на этом все, да, на сегодня все. С Богом. С Богом. Спасибо, с Господи. Слава Господу. Я рад за вас очень даже. Лонгену поклон передавай. Да, он никак не может к имени привыкнуть. У него ассоциация с каким-то Логеном. Ну, Логен это пароль, что за имя такое мне дали? Лонген. Но оно не общераспространенное. Ну да. Ну да. Ну что ей дали, что... Ну привыкай, я говорю. Вам ничего, китайцам, корейцам трудно выговаривать. Они там по три буквы говорят. Ну он будет говорить Лонген. Вот так будет. Лонген. А длинные слова как у немцев там в одно слово... Ну зато имя библейское, я говорю. Зато библейский персонаж. Да, имя библейское. Ну все, с Богом. С Богом. Попрещайте. Так. Ну молодец. Попрещайте. 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 Попрещайте.